Израиль заявил, что открыл ответный артиллерийский огонь по объектам инфраструктуры Хизбаллах после того, как ливанская группировка обстреляла его территорию. В Хизбаллах заявили, что в результате обстрела были убиты четыре человека, в том числе высокопоставленный полевой командир Хусейн Хадиязбек. Цехал готовится к возможной эскалации конфликта, которая может стать последствием убийства одного из лидеров Хамас в Бейруте. Официально Тель-Авив не признал ответственность за нападение на Салеха Аляруре, но Хизбаллах и Хамас обвиняют в убийстве именно его. Замглавы Политбюро и по совместительству основатель военного крыла палестинской организации стал самым высокопоставленным членом Хамас, погибшим после начала войны в Газе. Глава Хизбаллах Хасан Насрала заявил, что Израилю стоит ожидать ответа и наказания, и предупредил, что если еврейское государство задумает начать войну с Ливаном, это будет стоить ему очень дорого. Тем временем в самом секторе Газа продолжаются бои. В последние дни особо интенсивные военные действия проходят в районе города Хан-Юнис на юге Анклава. Цахал утверждает, что израильский истребитель нанес удар по комплексу, где боевики производили оружие. Красный полумесяц заявил, что армия Израиля попала по штаб-квартире организации в городе и окрестностям больницы Алямаль, в результате чего погибли пять человек. Тель-Авив призвал палестинцев эвакуироваться из Хан-Юниса в Рафах. Еще в начале декабря в ООН заявили, что более 1 миллиона 900 тысяч жителей Газа, то есть более 80% населения Анклава, были вынуждены покинуть свои дома. По данным подконтрольного Хамас Минздрава Газа, с начала войны погибли уже более 22 тысяч жителей сектора. Продолжение следует... Продолжение следует...